Знаю-знаю, у этого видео претенциозное название. Вы, наверное, думаете, ну давай, расскажи нам очередной секрет заработка на ютубе. Ребята, никакой магии, никаких секретов в конце видео, все просто. Чтобы зарабатывать больше на ютубе, нужно задействовать больше способов монетизации вашего канала, а не останавливаться только на одном. И знать, как эти способы работают. Об этом и пойдет речь в сегодняшнем видео. Всем здравствуйте, меня зовут Рома, и это Movavi Vlog, канал о том, как делать классные видео для ютуба. Не удивляйтесь, про заработок на ютубе мы тоже регулярно говорим. Ведь если у вас получается делать классные видео, почему бы не монетизировать их, верно? Однако, когда дело доходит до монетизации, как правило, начинающие авторы, и не только начинающие, случайным образом выбирают какой-то один наиболее понятный им способ заработка, пробуют только его, и, как правило, быстро сдаются. На мой взгляд, комплексный подход эффективнее. И чтобы зарабатывать больше на ютубе, нужно задействовать несколько способов заработка, а не держаться за один источник дохода. Но также важно понимать, какие способы монетизации контента бывают, как они работают, и в какой мере каждый из них подходит именно вашему каналу. И об этом мы поговорим сегодня. Первый и самый очевидный способ заработка на ютубе – обычная реклама ютуба или ютуб-эдсенс. К сожалению, многие ютуберы начинают с этого способа, но не понимают, как он работает. Это заставляет их разочаровываться и убивает мотивацию развивать свой канал. И это печально. Позвольте мне коротко объяснить, как устроен ютуб-эдсенс. Есть такая штука, как CPM. Это сумма денег, которую ютуб платит вам за каждую тысячу просмотров. И обычно CPM на ютубе составляет около двух долларов. Важно понимать этот принцип. Так вы сможете рассчитать, какой доход потенциально сможет приносить ваш канал, если вы сосредоточитесь только на рекламе на ютубе. И в какой точке вы, скорее всего, упретесь в потолок. Итак, 2 доллара на тысячу просмотров – это средний показатель. Может быть меньше, иногда может быть намного больше. Зависит от ниши и тематики вашего канала. И, допустим, ваша цель – зарабатывать тысячу долларов в месяц. Тогда вам нужно получать около полумиллиона просмотров в месяц со всех видео вашего канала. Вот так просто. На самом деле, не так просто. Канал еще нужно раскрутить и вывести на эти полмиллиона просмотров в месяц. А что будет с вашим доходом, пока вы будете идти к этой цели? В первое время – ничего. Даже подключить монетизацию к каналу сразу не получится. Чтобы подать заявку, нужно набрать 4000 часов просмотров и не менее 1000 подписчиков за последний год. Должен признаться, что YouTube Ads – это моя наименее любимая стратегия заработка на YouTube. Но это не значит, что вы должны ее избегать. Причина проста – это очень понятный и надежный путь. Вам всего лишь нужно набрать просмотров. Очень много просмотров. И все. Хорошая новость в том, что не обязательно просто ждать, пока Adsense раскачается. Параллельно можно использовать другие способы заработка на YouTube на более ранних этапах развития вашего канала. Мы обязательно о них поговорим сразу после небольшого объявления от команды Movavi. Если вы ищете удобный лицензионный софт для монтажа своих роликов на YouTube, воспользуйтесь нашей 15% скидкой на годовую подписку на программу Movavi Video Redactor Plus, а также на наборы эффектов «Я блогер» и набор «Практичный». Чуть подробнее о программе. Movavi Video Redactor Plus – это программа для монтажа видео, которая отлично подходит для быстрой работы. Интуитивный интерфейс, удобная система пресетов и готовых шаблонов. А встроенную медиаколлекцию можно расширить за счет наборов из магазина «Эффектов Movavi». Эффекты после установки встроятся прямо в программу, поэтому применяться клипом они будут максимально удобны. Пару слов о наборе эффектов. Набор «Я блогер» содержит наши самые актуальные и популярные мини-наборы эффектов для YouTube. Все выдержано по стилю, очень легко оформить видео от интро до конечных заставок. А набор «Практичный» в свою очередь создан специально для расставления акцентов в видео. Это поможет выделить важные объекты в кадре или добавить нейтральную по стилю надпись или комментарий. Есть как очень спокойные нейтральные шаблоны, так и яркие неоновые пресеты. Чтобы получить 15% на скидку на подписку на Movavi Video Redactor Plus и оба набора эффектов, переходите по ссылке в описании или закрепленном комментарии. А теперь вернемся обратно к нашей теме выпуска «Как зарабатывать больше на YouTube». Второй важнейший источник дохода на YouTube — это донаты и вообще краудфандинг в том или ином виде. Важно понимать, что не обязательно ограничиваться тем, чтобы просить подписчиков в конце каждого вашего видео делать донаты. Можно также использовать сервисы, такие как Patreon и подобные. Но если вы хотите прокачивать именно этот источник дохода, будьте готовы к тому, что подписчики не сразу побегут благодарить вас за контент с деньгами. Сначала у ваших видео должна сформироваться ценность. Вам придется сначала завоевать авторитет аудитории, укрепить доверие и внести пользу или какую-либо ценность для ваших подписчиков. Спустя какое-то время, когда вокруг вашего канала сформируется постоянная аудитория, кстати, вовсе не обязательно очень большая аудитория, вы можете попросить людей поддержать ваш канал, поддержать вас как создателя уникального ценного контента. Сегодня, в 2021 году, аудитория YouTube привыкла к донатам, и теперь это достаточно распространенный способ помочь любимому ютуберу. Краудфандинг — это отличный способ. Он подходит даже для небольших каналов, его можно использовать параллельно с другими способами заработка. Это мотивирует вас создавать ценный контент для вашей аудитории, а также не ограничивает возможности роста дохода. Третий в моем списке способ заработка на YouTube еще недавно был довольно экзотическим, но стремительно набирает популярность в 2021 году. Это мерч. Кажется, сегодня каждый крупный YouTube-канал выпускает футболки, худи, носки, кружки, чехлы для телефонов со своей символикой. Но не думайте, что мерч — это только для крупных каналов. Совсем не так. Как только вы поймете, что собрали пусть даже маленькую, но постоянную лояльную аудиторию вокруг своего канала, уже можно задумываться о выпуске своего мерча. Мерч маленьких каналов тоже пользуется высоким спросом. Ведь чем меньше канал, тем сильнее сообщество поклонников канала и уникальнее мерч. Можно пойти еще дальше и посмотреть на этот источник дохода еще шире. Ведь суть мерча не в том, что вы продаете вещи, теплые носки или удобные худи, а в том, что вы продаете что-то с вашим именем. Вместо мерча это могут быть любые товары и даже услуги. Например, некоторые ютуберы выпускают косметику, спортивный инвентарь и различные аксессуары со своим именем. Иногда в коллаборации с брендами, иногда самостоятельно. Другие продают свое творчество, иллюстрации, картины, стикеры в мессенджерах, предметы интерьера и так далее. Третьи пишут и продают книги, а четвертые пишут и монетизируют музыку. Многие используют канал, чтобы продавать свои профессиональные услуги. Например, как фотографа, дизайнера, психолога, коуча или стилиста. Еще один популярный способ продавать разовые консультации или целые онлайн-курсы. Кажется, этот список никогда не закончится. Своим фанатам можно продавать аксессуары, цифровые продукты, художественные, музыкальные, творческие товары, коучинг, услуги фрилансеров. Так много разных способов сделать мерч и сделать продукт. Думаю, вы уловили мысль. Мерч как способ заработка на ютубе можно понимать очень широко. И это отличная стратегия для роста дохода от ютуба, которая не так сильно зависит от того, крупный ли у вас канал. Как только вы наберете хотя бы небольшую, но лояльную аудиторию, вы можете начать выпускать свой мерч, товары по своим именем или продавать свои услуги и знания. Перейдем к четвертому способу заработка на ютубе. Этот способ особенно актуален для небольших каналов. И, пожалуй, его стоит начинать использовать раньше, чем рекламу на ютубе, донаты или мерч. Это партнерские программы. Принцип прост. Вы регистрируетесь в партнерской программе того или иного бренда и получаете специальную ссылку, которую размещаете в описании ваших видео. И когда ваши зрители нажимают на эту ссылку и покупают товар по вашей рекомендации, вы можете получить процент с этой покупки и зарабатывать деньги. Все очень просто. Например, вы можете рекомендовать косметику, товары для животных, одежду, приложения, гаджеты или даже онлайн-курсы. В наши дни, если что-то существует на рынке, то, скорее всего, для этого уже есть партнерская программа. Так что, если вы думаете, что это только для бьюти-влогеров, а ваша ниша слишком редкая для партнерского маркетинга, то могу поспорить, что это не так. Последний в моем списке способ зарабатывания денег на ютубе – это коллаборация с брендами. Это не одно и то же, что партнерские программы или реклама на ютубе. Здесь есть разница. Сегодня не редкость, когда бренды сотрудничают с блогерами и выпускают интеграции и даже заключают контракты на многолетнее сотрудничество и амбассадорство. По сути, вы договариваетесь с брендом напрямую или через специальные площадки для поиска коллабораций и разово рекламируете бренд в своих видео или даже создаете целую серию видео. В обмен вы получаете бесплатные продукты бренда или деньги. Разве миф о том, что для работы с брендами нужно иметь огромную аудиторию? Это совсем не так. Если вы прочно заняли определенную нишу на ютубе, у которой есть понятная аудитория и находите бренд с такой же целевой аудиторией, вы можете позволить себе иметь совсем немного подписчиков и уже заключать сделки с брендами. Сегодня бренды особенно заинтересованы в сотрудничестве с большим количеством маленьких каналов, в таких нишах, как обучение, коучинг, высокие технологии, самосовершенствование, фитнес, питание, недвижимость, юридические услуги и так далее. В целом, в какой бы нише вы ни находились, бренды все чаще смотрят в сторону микроинфлюенсеров, маленьких каналов, потому что люди с большей вероятностью будут прислушиваться к рекомендациям маленьких каналов, а не звезд ютуба. Вот мы и подошли к концу этого видео. Я рассказал о пяти способах заработка на ютубе и повторюсь. Самый надежный способ начать увеличивать свой доход с ютуба – параллельно использовать и развивать несколько источников заработка, а не делать ставку только на один источник. У меня на этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, напишите комментарий и нажмите колокольчик. Это помогает нам развивать наш канал. Спасибо, увидимся на следующей неделе. Пока!